сегодня уже 3 ноября 2024 года хочу показать вам невероятно прекраснейшее растение свой эпифилум угловатый я его иногда показывала в своих видео но посмотрите какая красота сегодня ждет вот такой вот уже бутон завязал он еще в конце октября и вот пожалуйста я так понимаю что он сегодня уже и распустит вот этот прекраснейший цветок цветы у него потрясающие пахнут вот один цветок распущенный может заполнить своим приятным запахом целую комнату не очень нравится как он пахнет последний раз он свел наверное года четыре назад вот все никак не цвел даже не знала почему он не цвел в этом году я его пересадила горшочек новые и землю поменяла вот и возможно это послужило возможно то что было у нас очень холодно в квартире вот отопление только вот недавно включили и поэтому может быть и это поспособствовал я так предполагаю он уже немножко начал приоткрывать свой вот этот невероятно красивенный бутон и сегодня вечером скорее всего он уже распустится всегда распускается к вечеру и запах еще раз повторю вечером если он распустится будет потрясающе жалко что нельзя передать всю красоту этого растения там даже видно уже один лепесточек приоткрывается сейчас где-то три часа дня я жду не дождусь и это у него ни один бутон есть еще я заметила бутончики сейчас вам покажу если удастся передать такой вот малюсенький на самой вот вот видите кругленький вот еще у него растет но тот который вот будет распускаться на грани он только пока один конечно наверно потрясающе когда он сразу по несколько распускает я видела что у некоторых людей зацветают и по 10 одновременно бутонов ну это наверное должно быть очень хорошее такое знаете освещение место такая вот красота сейчас вам покажу еще вот свой седум бурита я показывала предыдущем видео я обрезала у меня был настолько длинный я обрезала решила тоже вот еще один вазончик с ним вырастить потому что очень нравится это растение и все макушечки листики которые по отваливались я их вот так вот на грунт положила и они очень быстро хорошо укореняются ведь уже растут новые такие вот веточки будут новые растения на листиках по образовывались в общем хочу чтобы такой был густой густой и еще один экземпляр настолько прекрасный настолько мне понравился и проще очень простой в уходе невероятно тоже вот такое вот красивое растение правда вот поставила его уже на северо-западном подоконнике попробую вырастить не знаю может и вытягиваться будет ну такая вот красота кстати покажу вам еще по моему если удастся передать вот еще на эпифилуме еще один вот такой вот бутончик растет пока что заметила вот еще два будет расти такая вот эпифилия моя красота такой красавец вот такой уже на следующий день бутон я думала что он распустится к вечеру а он еще не распустился вчера поэтому жду его распуск сегодня вот такая вот красота внутри он беленький общем по возможности я сниму обязательно покажу вот такой вот огромнейший просто бутон тяжелые прямо лежит на моем седуме бурита такое вот чудо чудо природы я жду с нетерпением сейчас уже девять вечера за окном темно и мой красавчик наконец-то начал распускаться запах потрясающий на всю комнату пахнет таким вы знаете сладеньким лимончиком и такой вот свежий такой вот ненавязчивый очень нежный приятный аромат от одного цветка это что-то невероятно как будто стоит диффузор в комнате настолько хорошо пахнет такой вот красавец сейчас попробую развернуть вам и показать как он выглядит такой вот потрясающий цветок просто невероятной красоты и нежности просто волшебство какое-то достаточно крупный невероятно прекраснейший я очень люблю пифилумы у меня и только один вид это эпифилум угловатый их очень много разных видов но не все их невозможно содержать квартире за своей габаритности даже мой красавчик это уже тоже ему покажу вам нужно место цветок вот потрясающе просто вот красивенькие лепестки такие вот как желтенькие с оранжевым вкраплением а середина цветка белого держаться он будет три дня где-то по моим старым наблюдением но запах вот самый сильный в первый день распуска то есть завтра уже запах будет все меньше и меньше и по мере отцветания запах полностью исчезает так что сегодня его самый такой вот вот такая вот божественная красота на балконе распустилась очень красиво и так вот знаете полностью моя одна из любимых азалий вот я ее всегда каждый год показываю она цветет в основном по несколько раз в год и летом и в осенне зимний период но в этом году я ее весной очень сильно подстригла поэтому она не успела заложить бутоны для летнего цветения но посмотрите как прекрасно расцвела вот сейчас ноябрь и она вот в полном в полном вот цвету цветочки свежие я ее в этом году и пересадила и подстригла и крона такая вот видите аккуратненькая веточки не заваливаются на вот таким вот букетиком так вот и цветет в общем красота невероятная я уже не неоднократно говорила что залимые самые самые одни из любимых цветов не знаю даже откуда такая любовь возможно из прошлой жизни я выращивала либо что-то было связано с этими цветами но для меня они очень понятны и просты в уходе и на мой взгляд самые такие вот невероятные цвету ней которые радуют и летом и весной и зимой и осенью в общем период цветения в них просто потрясающий главное создать им благоприятные условия вот и они зацветают ну просто невероятно и кстати внизу там тоже вот видите бутончики на таких вот молодых вот веточках и уже один цветочек распустился внизу я тоже подстригала весной но как видите все равно наросли вот эти вот молодые побеги и они с бутончиками то есть внизу они тоже цветут я их уже не обрезаю мне нравится когда и вверху и внизу в общем красота рядом с моим таким вот розовым штамбом еще одно штамбовая азалия колокольчикова я ее неоднократно каждый год показываю она цветет потрясающе таким вот белым облаком из таких вот неполных цветков похожих на колокольчики тоже на меня самая-самая любимая она и самая первая которая появилась у меня из растений даже бы сказала не просто из-за зале а из растений откуда вся и началась моя цветочная коллекция вот и на каждой макушечки вот на каждой макушечки бутончики здесь моя азалия японская сорт кирин тоже она набутонивается такие вот малюсенькие вот бутончики красивыми листвами меленькая цветочки меленькие но цветет она потрясающе надеюсь что она в этом году либо в начале следующего года порадует своим цветением распускается также еще один мой азалиевый штамп сорт насколько я знаю стала мартин невероятные вот такие вот цветочки они тоже иногда бывают более беленькие видите как рядышком а иногда бывает вот такая вот более розовая такая вот серединка внутри тоже не знаю от чего это зависит сейчас на балконе плюс 15 градусов и конечно азалием сейчас очень комфортно здесь цветочек уже упал остался одна тычинка вот но еще много тоже закрытых вот бутончиков которые надеюсь что скоро распустится если бы хватало больше освещения на балконе то думаю что штампик распускался бы намного быстрее тоже бы зацвел такой вот шапочкой здесь еще одна моя азалия сорт стала мартин это черенок прошлого года я показывала макушечки уже все пооцветали я даже отрезала но внизу я оставила такие же молодые веточки на них были бутончики и видите сейчас эти веточки расцвели и получается что цветы практически лежат на земле но на самом деле они на таких вот макушечках распустились тоже очень красиво такие вот и тут еще видите бутончик собирается цвести в общем невероятно красиво очень нравится этот сорт поэтому я его выращиваю в нескольких экземплярах сейчас вам покажу здесь тоже еще одна стояла мартин вот живет она у меня в таком вот пластиковом горшочки тоже набутонилась вся рядом цветет черенок тоже прошлогодний от моей азалии сорт акварель должна быть такая вот ярко выраженная по лепесткам но получилось такая вот какая-то бело-розовая ну тоже прекраснейшая она цвела меняющие летом я показывала видео а рядом еще черенок выращивают мои азалии от малинового штамбика который я показывала в самом начале обзоре азалии моих вот еще один одно молодое выращиваю растение здесь покажу вам свою камелию беленькую она набутонилась если удастся передать вот такие вот на ней бутончики такие вот красивые уже шарики она вроде отошла у меня я и в прошлом году заморозил листочки почти все опали но много благодаря тому что осталось где-то с десяток листьев она выжила вот летом нарастила не так уж и много листиков но все равно я рада что она у меня как говорится так ли мало уже начали прилетать птички я очень люблю птичек и показываю их периодически до такой осенне-зимний период своих видео в этом году они в октябре еще попросили кушать прилетали на открытый балкон также прилетает дятел всегда тоже осенью прилетают и синички и сейчас я вам их покажу так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...